Нас с детства любят слушать страшные истории-страшилки, но став уже взрослым, мы также не потеряли интереса к жанру ужасов, будь то в литературе, либо в кинематографе. И вот недавно вышел в свет второй сборник страшной истории Якутии Дмитрия Михайлова. И сегодня Дмитрий у нас в гостях. Дмитрий, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, мы с вами встречались где-то примерно год назад. Мы как раз обсуждали выпуск первой книги, вышел нынче уже второй сборник. Какие истории вошли в этот сборник? Сколько их? Этот сборник был посвящен юбилею города Якутска, поскольку я его составлял в 1917 году, и в печать он тоже был отправлен в 1917 году. Соответственно, туда вошли городские легенды, по большей части это фольклор 20 века народный, которым, кстати, сейчас, как я узнал, никто не занимается. То есть сбором историй. Я вот собрал историю, то, что мне люди лично рассказывали, то, что есть в сети, то, что было записано. И, кстати, сейчас я вступил в этот проект, то есть не вступил, продолжил этот проект, уже будучи имея команду. То есть первую книжку я делал полностью самостоятельно. Сейчас у меня появился спонсор Сарел Тихонов, да, индустрия спецодежда. Также у меня появился художник-верстальщик Сахая Солдатова и появился корректор Юрий Аксаментов. То есть ваша команда, она будет далее вам помогать, да? А вы уже можете сосредоточиться непосредственно на самих ужастиках. Как вы вообще собираете вот эти истории? Кто вам их рассказывает? Где вы находите этих людей? Дело в том, что я веду блог с 2014 года, соответственно, у меня много читателей и плюс еще много людей мне рассказывают эти истории. То есть их чаще всего мне отправляют анонимно или же рассказывают лично при встрече. А если подробно более о книге, вот насчет первой книги, можете вспомнить, сколько историй было в ней и сколько вот в новой? Да, в старой книге было порядка 40 историй, то есть там было 70 страниц, сейчас книга стала толще гораздо, историй стало больше. Правда, они более такого краткого формата, потому что я хотел вместить как можно больше, то есть максимум информации в минимум бумаги, можно сказать. Какая самая страшная история, вот как вы считаете, да, лично вот вошла в этот сборник для вас? Страшная история, самая интересная, наверное, она связана с Ярославским музеем. Там раньше хранилась мумия, вот вы наверняка это застали, да, потому что она хранилась с 37-го года по 98-й год 20-го века, мумия женщины. Я помню ее, да. Вот она прямо вот в деревянном гробу, там за стеклянной витриной хранилась и так далее. Просто рассказывали о том, что якобы персонал музея часто менялся, потому что эта женщина, она ходила по ночам по второму этажу этого музея. То есть были какие-то шумы, допустим, да, человек поднимался смотреть и встречался с ней. А там мумия была же достаточно страшная, то есть она там почерневшая и так далее. И это был, наверное, один из таких редких инцидентов, когда мистическое что-то, да, повлияло на ход событий. Потому что в 90-е годы, да, родственники начали очень активно настаивать на том, чтобы эту мумию убрали. То есть там уже второй элемент мистики о том, что, ну, они считали то, что, этот, есть некое родовое проклятие. То есть пока она там находится в музее, этот, ну, род могут преследовать несчастье. А, поэтому убрали, да? Да, поэтому убрали, они очень сильно настаивали. Именно поэтому в 98-м году эту мумию убрали, ее перевезли обратно на родину в Заречье. Похранили? Мегино-Кангалатский район, да. И там захоронили с соответствующими обрядами. Более того, могу сказать то, что на территории Ярославского музея, ну, на прилегающей территории к нему находится старинное кладбище. Потому что на этом месте находился Спасский... Церковь там была, да? Да, Спасский собор находился, да. И там хоронили священнослужителей, знатных горожан и так далее. И вот это прямо захоронение идут вплоть до проспекта Ленина. Это вот по сведениям, которые изложены у меня в книге. Кстати, в книге еще указан план кладбищ старинных. Оказывается, у нас центр города построен на 10 кладбищах. То есть во всех местах, где находились кладбища, там этот... То есть на всех местах, где находились церкви, там всегда были кладбища. Да, потому что была традиция хранить именно в церковных... в пределах церковной ограды. Угу. Вот, зачитаю, мусульманское кладбище, еврейское кладбище есть, да. Ну, получается, что все ваши истории, которые вошли в сборник, они основаны на реальных событиях, да, как сейчас модно говорить. Ну, да, по большей части, да. Правда, некоторые истории там уже, допустим, такая вещь, как, допустим, есть амбар, который... Преувеличенный, да. Да, преувеличенный, или который относится уже именно к фольклору, потому что есть история, связанная с амбаром, куда якобы шаман заключил этот злых духов, да. Что-то, огромное спасибо, Дмитрий, за интересные беседы. Я думаю, что всем нашим телезрителям стало жутко интересно. Я не обязательно приобрету.